Я почуял беду И проснулся от горя и смуты И заплакал о тех, перед кем в неизвестном долгу И не знаю, как быть, и как годы проходят минуты Ах, родные, родные, ну чем я вам всем помогу? Очистка Белого дома, как говорится в сводке МВД, проходит достаточно сложно И те, кто находится в здании Олимпийского телерадиокомплекса, которая наиболее пострадала от захвата Напомним, что здесь находится служба информационного телевизора Время штурма, под обстрелом, без пронежилетов, которые ниоткуда было взять Без противогазов, которые взять просто не успели, тушили суши Осень 93-го В России кризис власти, государственный переворот На улицах Москвы танки, объявлен комендантский час А в концертном зале Останкино проходит вечер харьковского поэта Бориса Чичибабина Его стихи будто исповедь В них отражена вся прошедшая эпоха Борис Алексеевич с грустью говорит о том, что из нашей жизни уходят главные У Харькова, как у всякого большого города, много портретов и много примет Его университет старейший на Украине А площадь Дзержинского, на которой он стоит, самая большая в Европе Именно в Харькове возведен первый в Советском Союзе комплекс высотных зданий Дань конструктивизму 20-х годов Здесь в самой длинной стране канатная дорога И правда, Харьков – особенный город Находясь на стыке двух культур – русской и украинской Он всегда гармонично выбирал лучшее из них Возможно, это вечное пограничье и стало питательной средой для ярких талантов и огромных амбиций В культурной истории первой столицы Украины много знаменитых имен Биолог Илья Мечников, историк Николай Костомаров, филолог Александр Потебня Однако и для Москвы, и для Киева Харьков всегда оставался провинциальным городом Неудивительно, что многим талантливым людям со временем здесь становилось тесно Спасались от клейма провинции Борис Слуцкий, Юлий Даниэль, Леонид Быков, Людмила Гурченко Впрочем, каждый харьковчанин сможет составить свой личный список Как уехавших, так и оставшихся Но есть одно имя, которое обязательно попадет во второй список Речь идет о Борисе Алексеевиче Чичибабине Здравствуйте, меня зовут Борис Чичибабин И мое дело, призвание, занятие, дело моей жизни Писать стихи И вот я и хочу подумать вместе с вами Почему так получилось? Почему мы зашли в такие дебри непролазные? ПЕСНЯ Борис Чичибабин Борис Чичибабин родился 9 января 1923 года в городе Кременчуге Полтавской области Вскоре мать Бориса улечила мужа в измене и подала на развод А через полтора года вышла замуж за авиационного офицера Алексея Полушина Борис обожал отчима, называл его папой, а также официально носил его фамилию Отчим был военнослужащий Поэтому мое детство прошло в скитаниях, как часто бывает, семьи военнослужащих Долго не застаивались на одном месте Но вот большая часть моей жизни связана с Харьковом, с Харьковской областью Любовь к поэзии у Бориса проявилась еще в детстве Когда в пятом классе его перевели в Чугуевскую школу по месту службы отчима Он тотчас записался в литературный кружок И вскоре стал публиковать свои стихи в школьной стенгазете под псевдонимом Борис Рихмач Борис никогда не сочинял стихи, сидя за столом Зачастую он бродил по комнате или по улице, бормоча слова, будто пробуя их на вкус Эта привычка сохранилась у него на всю жизнь Когда меня спрашивают о процессе стихосложения, о тайнах стиха Я говорю, что это и для меня тайна И говорю полушутя, но в то время, наверное, что-то в этом есть Что мне лучшие мои строки продиктовал Бог Двоюродным дедом Бориса по материнской линии был известный химик Алексей Чичибабин Автор популярного в Советском Союзе учебника по химии Борис стыдился этого родства, поскольку в 30-м году ученый эмигрировал во Францию Родного же деда репрессировали Ну, тем не менее, почему-то, опять-таки не знаю, почему не могу я на это ответить Но почему-то я стихи свои всегда подписывал фамилии мамы, девичьей фамилии мамы Чичибабин Приготовились под оркестр! Запомните, начинаем с левой ноги в правую сторону! Начи! Начи! Боря был добрым и отзывчивым подростком Вместе со сверстниками он играл в прятки, катался на велосипеде, любил купаться в Северском Донце Но больше всего увлекался чтением Мать волновалась, когда он цитировал строки запрещенных тогда поэтов Как и большинство школьников того времени, Борис рос настоящим советским человеком Он самоотверженно воспитывал в себе нравственные качества строителя коммунизма Гордился творческим и техническим подъемом в стране Идеализировал образ Ленина Он искренне верил в дружбу народов и в построение общества справедливости И несмотря на боль и разочарование, пронес эту веру через всю жизнь Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром В предвоенном 1940 году Чичебабин окончил школу И поступил на исторический факультет Харьковского университета Но закончить первый курс не успел По состоянию здоровья Чичебабин не был взят на фронт Он отучился в школе младших авиаспециалистов И до конца войны, не покладая рук, работал механиком в авиачастях Азербайджана Именно там Борис случайно узнал, что Алексей Полушин не родной отец Для него это стало огромным потрясением Долгое время он отказывался это принять Но, к счастью, их теплые отношения с отчимом не изменились В сентябре 1945 года Борис снова поступил в Харьковский университет Но уже на факультет филологии Там он сразу обрел славу талантливого поэта Студенты с большим интересом читали и передавали из рук в руки Его маленькие самодельные книжечки Исписанные необычным ровным почерком С пронзительными, искренними стихами Читатель, понимающий читатель Разделяющий боль, любовь, восторг поэта Это его самый близкий человек В литературном кружке Борис познакомился со студенткой второго курса Которая тоже писала стихи Ее звали Марлена Рахлина Окрыленный сильным чувством Борис Добился разрешения сдать экзамены за два года Чтобы учиться вместе с Марленой И вот он занят любимым делом Влюблен, полон энергии и сил Он победитель над фашизмом Впереди жизнь, полное смысла и счастье Увы, все это рухнуло в один миг Я возвращался из Друговской компании По-моему, просто в камеру предварительного заключения В КПЗ Потом меня сразу повезли в Москву И не куда-нибудь, а внутреннюю тюрьму КГБ на знаменитую Лубянку Ну вот самый ужасный переход Это именно переход от того, что вот ты идешь Свободный, счастливый Полный всяких планов И вот ты перестаешь быть человеком Ты уже не распорягаешься собой Очевидно, на Бориса донесли друзья Которые часто захаживали в гости Выражая неподдельный интерес к его творчеству В итоге Борис получил пять лет лагерей За антисоветскую пропаганду Вот это было в 1946 году Сами представляете, что такое Что в это время была антисоветская агитация То есть я абсолютно честно говорю, что ни за что Ну абсолютно ни за что, не знаю, за что был арестован Какая уж там у меня была быть антисоветская агитация У человека, который воспитывался в семье военнослужащего Абсолютно был советский человек В то время, по крайней мере На Лубянке, в камере Родилось стихотворение Которое по праву можно назвать Визитной карточкой Чичибабина Именно этим стихотворением Поэт обозначал начало Своего творческого пути И тогда же Возникло неуемное стремление Отыскать то, что сам Борис Называл главным Кончусь, останусь жив ли Чем зарастет провал В Игоревом пути в ли Выгорела трава Школьные коридоры Тихие не звенят Красные помидоры Кушайте без меня Как я дожил допросы С горькою головой Вечером на допросы Водит меня конвой Лестницы, коридоры Хитрые письмена Красные помидоры Кушайте без меня Почти два года Борису пришлось отбывать Наказание в тюрьмах А затем по этапу Его направили в вятлак Кировской области На лесоповал Было очень тяжело Но в письмах к родителям Он это скрывал И лишь просил Присылать ему книги В лагере Борис написал Множество пронзительных Стихотворений Одно из них Еврейскому народу Он сочинил в 48 году В разгар борьбы С космополитизмом Быть с теми, кому плохо Вот, возможно, основная черта Чичибабина Однажды Борис получил письмо От Марлены Девушка честно признавалась ему Что полюбила другого Первокурсника Харьковского филфака Юлия Даниэля Будущего знаменитого писателя И диссидента Трудно представить Что пережил он тогда Но сразу же ответил Марлене Что освобождает ее От их содружества Постепенно силы Оставляли Бориса Он часто болел У него шла горлом кровь Были сердечные приступы Потери сознания Неизвестно Сколько бы он протянул В таком режиме Но спасение пришло С неожиданной стороны Борису Помог его Каллиграфический почерк Обнаружив в нем Эту способность Начальство Определило его Писарем в контору Где он и проработал До конца своего срока Мне в общем как-то И везло И не везло С одной стороны Везло Потому что Ну вот Четыре военных года Я их все Прослужил в армии Но не сидел в окопе Меня не стреляли И я не должен был Никого убивать Пять лагерных лет У меня хороший почерк Кроме нескольких там Двух-трех дней Может быть недели Хождения на общая работа Когда там волочишь Эти бревна Я в общем занимался Занимался и сидел Это называлась Снарядная группа Сидел в конторе И писал У меня красивый почерк Я вот там Чет такое писал Чет такое Делал письменную Какую-то работу А не везло В том смысле Что это вот Несвобода Внешняя несвобода В зависимости От каких-то норм Она напиталась Почти всю жизнь На дворе 49-й год Борис голоден и болен И спать ему на нарах Еще несколько лет Трудно поверить Что в таких условиях Можно написать Подобные строки Пока хоть один Безутешен влюбленный Не знать-то сидим Мне любви разделенной Пока не на всех Заготовлен приют Пусть ветер и снег Мне уснуть не дают И голод пока Смотрит в хаты недобро Пусть будут бока мои Кожа до ребра Покуда я молод Пока я в долгу Другие пусть могут А я не могу В глазах моих боль Но не мысли про старость До смерти любовь Я с тобой не расстанусь Чтоб в каждом дому Было чудо и смех Пусть мне одному Будет худо за всех Школьные коридоры Тихие Низвинят Красные Помидоры Кушайте Без меня Это наверное самое тяжелое время Было даже не лагерное А вот после лагерные годы До смерти Сталина До 20-го съезда Потому что Тоже представляете Как тогда относились к людям Которые по политической статье Отсидели свой срок И вышли на волю Вот никуда нельзя было Не продолжать учебу Не устроиться на работу На какую-то приличную Да и работы я У меня и не было работы У меня профессии не было Меня арестовали с первого курса университета Вот Поэтому я работал На всяких случайных работах Ну какие меня брали Политического Возвлеченного Вот Вот запомнилось мне Что какое-то время Я работал Рабочим сцены В Харьковской Узкой драме И только спустя год Выпала возможность Поступить на бухгалтерские курсы Это было единственное Учебное заведение Куда брали с его статьей По окончании курсов Борис был зачислен Бухгалтером В таксомоторный парк Новая профессия Обеспечила ему Относительную Независимость бытия А тем временем Его стихи Обретали популярность И уходили в народ Бухгалтер и литератор Поэт и счетовод Об этом невероятном Дуализме В Харькове Ходили легенды Едва счетовод Борис Полушин Вечером Выходил за пределы Своей конторы Его тотчас сменял Борис Чичибабин Поэт И оставляя цифры и счеты Поэт возвращался К поиску главного Перестало бить Со сердца Соратника И гениального Продолжателя Дела Ленина Мудрого вождя И учителя Коммунистической Партии И советского Народа Иосифа Виссарионовича Сталина Все еще верный Заветам Ленина Чичибабин Пишет стих Ленину больно А рядом другой Антисталинский О рабстве Что живет Внутри нас А в нас самих Труслив И хищен Не дух ли Сталинский Таится Когда мы Истины Не ищем А только Нового Боимся Я На неправду Чертом Римусь Не уступлю В бою Со старым Но как тут быть Когда внутри нас Не мир Стали Клянусь На знамени Веселом Сражаться Праведно И честно Что будет Путь мой Крут И солон Пока Ищать Не исчезло Что не сверну И не покаюсь И не скажусь В бою Усталым Пока Дышу я И пока Мест Не умер Сталин Оттепель Оттепель Принесла в жизнь Чичибабина Новую надежду И новую любовь Пережив Несколько Сердечных Увлечений Борис Обратил Внимание На свою Сотрудницу Паспортистку Матильду Якубовскую Приятную И очень Практичную Женщину Немного Старше Матильда Матильда Ответила ему Взаимностью И вскоре Борис Переехал К ней Сегодня Этот дом Выглядит Немного Иначе В первоначальном Виде Его удалось Заснять Другу Бориса Чичибабина Режиссеру Эльдару Рязанову У Матильды Федоровны Была Крошечная Комнатушка Восемь квадратных Метров Окна На чердаке Окна Выходили На крышу И здесь Борис Алексеевич Прожил 13 лет С 1954 По 1967 Год Первые годы Совместной Жизни с Матильдой Были счастливыми Одно за другим Рождались Чудесные Стихотворения О любви Которое Заполонило Всю душу Поэта И все же Многие Друзья Чичибабина При знакомстве С Матильдой Были озадачены Они не понимали Как Борис Мог избрать В подруге Жизни Эту женщину Трудно Было Разглядеть В Матильде Заурядной Паспортистке Ту прекрасную Даму Которую Поэт Воспевал В своих Стихах Кто-то Очень хорошо Сказал Что вопросы На которые Можно ответить Это неправильные Вопросы Правильный Вопрос Тот На который Тереть нельзя Оттепель Воспевал 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 Чичибабин Становился Все более популярным И наконец Благодаря стараниям Поэта Бориса Слуцкого В 1958 году Выходит Его первая Публикация В журнале Знамя А в начале 60-х Один за другим Появляются Четыре Сборника Его стихотворений Но Чичибабин Не рад Успеху А наоборот Стыдится Своих книг Ведь его Стихи Изуродованы Цензурой Ну это Был 1963 год И Оттепель Уже Шла На спад Мне В этом Смысле Очень Не повезло Поэтому Книжки Были Не те Которые Я Хотел Чем более Что я живу Не в Москве В Москве Мы еще Каким-то Случаем Пробивались Были Какие-то Вот такие Удачливые Поэты Или Их Специально Держали Как Оппозиционных Поэтов Как вы Знаете Вот А в провинции Напечатать Стихи Какие-нибудь Не Не те Которые Издавали Все Просто Было Невозможно В 1964 Году Борису Наконец Удалось Оставить Бухгалтерскую Службу И получить Работу По призванию Он Возглавил Литературную Студию При Доме Культуры Работников Связи Студия Вне всяких Сомнений Держалась На притяжении К личности Чичибабина Для Харькова Он Был Воплощением Всего Лучшего Что Люди Видели В Шестидесятничестве Туда Ходили Люди Даже Которые Не писали Стихов Не писали Прозы А просто Любили Литературу Я Ставил Себе Цель Не научить Писать Этого Никто Не умеет Этого Вообще Нельзя Научить А Привить Развить В людях Любовь К литературе Любовь К книге Любовь К чтению Это Была Моя Главная Задача К занятиям Чичибабин Относился Крайне Серьезно Литература Была Для него Не просто Любимым Делом Но Служением Чичибабин Всегда Носил С собой Книги На Которые Тратил Все Свои Небольшие Заработки Он Приносил Любимую Книгу И Начинался Разговор Об Унине Зощенко Платонове Пришвине Однажды На занятия К Чичибабину Пришла Новая Студентка Звали Ее Лилия Карась Она Вернулась В Харьков В 1962 Году Из Сибири Куда Была Эвакуирована Во время Войны Лиля Любила Поэзию Немного Писала Сама Как-то Раз Один Из Сотрудников Втайне От девушки Отнес Тетрадку С ее Стихами В студию Чичибабина Для рецензии Пусть Сама Придет Сказал Борис Несмотря На сильное Волнение Она Решилась Прийти Вот По этой Лестнице Я Поднималась Первый раз В студию Бориса Алексеевича Чичибабина Тут С двух сторон Стояли Плотный ряд Таких Насмешливых Молодых Ребят Которые Сопровождали Каждого Поднимающегося Каким-то Насмешливым Хохотком Вот За этой дверью Размещалась Чичибабинская Студия Я Сюда Пришла Первый раз В 64 Году Помещалась Мне казалось Человек Около Ну Может быть 80 Может быть И больше Но Зальчик Был Полностью Заполнен Когда я Пришла Сюда Первый раз Ребята Сидели На этих Стульчиках А Чичибабин Сидел За столом Он Выходил Откуда-то Оттуда Клал Портфель Большой На стол И Начиналась Работа Как он Говорил Ребята Вставали И читали Свои Стихи Они Очень Любили Его Как Многие Из них Были Даже Без Отцов Поэтому Я думаю Они Испытывали К нему Часто Такие Сыновь Чувства К литературным Опытам Лили Поэт Отнесся Внимательно И пригласил На следующее Занятие С тех пор Она стала Регулярным Посетителем Студии И вот Я на одном занятии Присутствовала Которое Я запомнила Пришел Борис Алексеевич Немножко Под шофе Потому что Он сразу же Объяснил Это его друга Приняли в Союз писателей Поэтому Они отметили Это Молодой человек Читал стихи Я говорю Где там Турбадуры Шпаки Фанфары В общем Тогда Я помню Как он сказал Почему у вас Всегда Какие-то Шпаги Пишите Чтобы было Осязаемо Стол Там Задница Говорит Чтоб я это мог Почувствовать Народная слава Поэта Вызывала Зависть И раздражение У местных Литераторов Поэтому С просьбой Рекомендовать Его в Союз писателей Борис Обратился К Илье Эренбургу Однако В письме К нему Чичибабин Простодушно Признался Что единственный Кому он доверил Бы написать Себе рекомендацию Это Борис Пастернак Естественно Эренбург Ничего не ответил К счастью Откликнулся Самуил Маршак И в 1966 Году Чичибабина Приняли В Союз Писателей И даже Дали Квартиру У поэта Стали появляться Заказы А вот Признания Признания Приходят К нему Слишком Поздно А его Лучшие Строки Не пускают В печать К тому же В его Семейной Жизни Происходит Разлад Чем Известнее Остановился Борис Тем Мрачнее И требовательнее Остановилась Матильда Духовная Дистанция Между Ними Росла Предвещая Неизбежный Разрыв Меня Одолевает Острое И давящее Чувство Осени Живу На даче Как на Острове И все Друзья Меня Забросили Ни с кем Не пью Не философствую Забыл И знать Как сердце Влюбчиво Долбаю Землю Пересохшую Да Перечитываю Тюнчего Не вижу Снов Не слышу Зова И будням Я Не вождь А данник Как на себя Пляжу На дальних А на себя Как на чужого Я Просто Я А был Наверное Как все Придуман Ненароком Все Тише Все Обыкновеннее Я Разговариваю С Богом Руководство Коммунистической Парк Надежная Гарантия Новых Великим Тем временем Оттепель Подходила К концу Начинался Новый Этап Закручивания Гаек И вот В начале 1966 Года По обыкновению Придя на занятия Слушатели И сам руководитель Узнали Что студия Закрыта Официальная Версия По сокращению Штатов По факту Копать Под Чичибабина И его студию Начали давно И вот Нашелся Повод Вечер Посвященный Опальному Борису Пастернаку Студия Студия Была Вольнолюбивой Безусловно Ребята Не думали Когда они Сами же Подводили Чичибабина Сами Высказываниями Репликами Чичибабин Чичибабин Был вынужден Снова Взяться За конторскую Работу Он был Зачислен В Харьковское Трамвайно-троллейбусное Управление Снова Поэту Пришлось Потесниться И уступить Щитоводу Возвращаться К цифрам Было Очень непросто Ведь Студия За два Счастливых Года Стала Для поэта Вторым Домом Кроме Того Усугублялись Бесконечные Проблемы В личной Жизни Все это Подрывало Его психическое Состояние А потом Я сам себе Сказал Что я в этой Игре Не участвую Потому что Раз вот То что я хочу Сказать людям Я до них Донести не могу Через печать Через книги Вот То я и не буду Делать Потому что это стыдно Просто Просто-напросто Участвовать В общей Идеологической Лжи Участвовать В этой игре Вот И я ушел Я перестал Перестал Надеяться На то Что у меня Было Издавать Печатать И стал Писать Для себя В это время Внутри Бориса Происходила Тектоническая Переоценка Ценностей Рушилась Его вера В построение Счастливого И справедливого Общества Думаю Что точка Отчета Была Вот это Вот Арест Даниэля Исинявского Вот этот Суд Над ними Это было Это было Трагически Что Оказывается Что можно Людей Сажать Продолжать Сажать И В общем Это было Какое-то Издевательство Он боялся Сойти С ума И все Чаще Задумывался О самоубийстве Так На свет Появилось Стихотворение С невероятным Уровнем Откровения И душевного Накала Сними С меня Усталость Матерь Смерть Я не прошу Награды За работу Но не спошли Остуду И дремоту На мое тело Длинное Как жертв Одним Стихам Вовек Не потускнеть Да сколько Их Останется Однако Я так Встал Как Раб Или Собака Сними С меня Усталость Матерь Смерть Матерь Матерь Субтитры создавал DimaTorzok Волю к жизни Стояла поздняя осень Один из последних теплых дней Уходящего 1967 года Усталый и поникший Борис Алексеевич брел по улице И совершенно случайно Встретил ее Ту самую Лилю Шел такой мрачный Какой-то старый человек В толстом демисезонном пальто А был такой октябрь удивительный Было такое солнечно Было все в листьях этих кленовых Больших шуршащих Замечательная была погода Просто тепло-тепло А этот чечебабин шел такой грустный Ну и я поздоровалась Он вспомнил Говорит, да, это Лилия Карась Я говорю, да Борис Алексеевич, стихи пишете? Ну конечно, первый вопрос Хорошо, давайте я вам почитаю свои стихи Сел вот на такую скамеечку Может, она была более дряхлая Это, наверное, уже более новые скамеечки Вот он тогда почитал Почитайте что-то вы И я что-то ему почитала И так вот он меня ждал Уже после работы Вот каждый влюбленный Если вы еще не забыли Если вы еще помните Каждый влюбленный бессмертен Потому что любовь оттуда Из вечности Они стали часто видеться И в какой-то момент Чечебабин понял, что должен порвать с прошлой жизнью Без всяких препирательств Он оставил Матильде все бытовое Все материальное Новую квартиру, дачу И даже прекрасную библиотеку Которую собирал многие годы Труднее было оставить человека Но выбор был сделан Он пришел к Лиле В чем был одет С небольшой связкой книг Это было нечто Это он принес мне сокровище лирической поэзии И пастернака и цвета его Из библиотеки Большой библиотеки поэта И несколько таких непригодных для ношения вещей Мама тоже Его очень подозрительно Ко мне осторожно Она думала Она говорит Вы думаете, что он богатый человек Наверное, вы Я говорю Ну что вы У меня этих мыслей не было В 45 он снова полюбил Как в 18 Как будто в первый раз Увидел женщину И его любовь Вылилась в 33 Очень чувственных сонетах Любимой Как-то так Очень правда Дичилась их Такая-то там Есть Я не знаю Может быть там Платоническая какая-то Я знаю Сексуальность не такая Неплотская Но Не знаю Я их стеснялась Этих сонетов Да, там есть такие А меня когда-то Пригласили в школу И вот это Выходят школьники И читают мне эти сонеты Я говорю Позвольте Ну что вы Ну что вы делаете Давайте Прекратим Борис спросил Лилю Не спрашивай Что было до тебя И она не спрашивала А просто любила Став для него Щитом от суеты И быта Обеспечив ему Осознанный поиск Главного Быть Створческим человеком В общем-то Может быть И нелегко Бывает И сам он Бывает нелегкий Он все это Сам написал И вместе с тем Очень легко И радостно Все это Возмещается Чем-то большим Счастьем Чем Обычные Такие вот Наши Бытовые радости И так вот Любимое Что в рушащем Что в рушащемся Мире Тебя Нашел И душу Сохранил Борису Алексеевичу Так и не удалось Официально получить Не то что Ученой степени А даже Высшего образования Тем не менее Ни язык Не будут препятствовать Этой дружбе Как о своей Личной трагедии Он писал О судьбе евреев Об изгнании Татар из Крыма Когда об этом Еще все молчали А позднее О страданиях Армян Нагорного Карабаха Стихи Чичибабина Как он сам выражался Все чаще Идут в суперечь Потоку Неудивительно Что поэтам Заинтересовались В КГБ Борис Алексеевич Не желал И не умел Спорить с властями Поэтому Подписывал Все бумаги О том Что не будет Больше сочинять Антисоветских По мнению органов Стихов Но продолжал писать Как чувствовал И его произведения Активно расходились В самой сдате К слову Чичибабин Так и не обзавелся Пишущей машинкой И писал от руки Подтверждая 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 Но идея У черта У черта за душу Проси И если жив Еще народ То почему Его не слышно И почему Во лжи Облыжной Молчит Дерьма Набравший В 1973 году Борису Алексеевичу Исполнилось 50 лет И в Харьковском Союзе писателей Ему устроили Юбилей На вечере Он специально Прочел Все свои самые Крамольные Стихи Поэта Обвинили Во всех Грехах В сионизме За сочувствие К отъезжающим В Израиль В украинском Национализме За строки С Украиной В крови А за стихотворение Памяти Твардовского Чичибабина Как и когда-то В юности Записали В антисоветчики К счастью На дворе Был уже не 46-й год И высшей Мерой Наказания Для Бориса Алексеевича Стало Исключение Из Союза Писателей Я помню Когда Вот это И восключили Союзы Писателей То Пришли Ребята Все эти Диссиденты Ведь Луниан Сидел И Влад Канедоборов Все они Сидели Ребята Эти И пришли И говорят Боря Нужно дать Обязательно Чтобы Сообщили Вот там Значит На Бибиси Или там Голос Америки Чтобы Сообщили Об этом Вот А Борис Борис Спрашивает меня Лилочка Вот они Говорят Ну как Ты считаешь Это самое А я Говорю Не надо Говорю И вот Он Он Снова Обычный Служащий В трамвайном Управлении В самом деле Никто И даже Не поэт Но В душе Его Спокойствие И счастье Ведь Он честен Перед собой И перед Людьми В разных Уголках Родины Его ждут Близкие По духу Друзья Среди них Литературовед Леонид Пинский Писатель Александр Шаров Поэт Александр Галич Философ Григорий Померанс Его жена Поэт Зинаида Миркина А главное Рядом Лиля Может быть Правда Было Какое-то Предназначение Мое Вот быть Чичибабиным Вот какую-то Свободу Совершенно Но не Умешиваясь Вот его Какую-то Внутреннюю Такую Жизнь В своих Строках Чичибабин Все чаще Обращается К Богу Все чаще Пытается Говорить О главном Я очень долгие годы Считал себя Самым счастливым Человеком На свете Вот тогда Когда я ушел От участия В идеологической Лжи Когда я перестал Писать В надежде На то Что меня напечатают И писал Вот так Как мне диктовал Бог Вот я был Самым счастливым Человеком На свете Я думаю Наши люди Еще не понимают Что они Лишаются Страны Страны Ведь не будет В первой В Москве И в Советском Союзе Ресторан На фирме Макдональдс Никто не имеет Право Прочить Мне о мнении В том Что я сказал Неправо Переступали Больше Границу В войне И море Перестройку Чичебабин Воспринял С надеждой Теперь он мог Официально Выйти из тени И получить Заслуженное Хотя и такое Запоздалое Признание В декабре 1987 года Борис Алексеевич Впервые Выступил В Центральном Доме Литераторов В Москве Тогда он Прочитал стихи Ждавшие Своего часа Больше 20 лет Зал Взорвался Аплодисментами Наконец-то Он был Услышан Для многих Чичебабин Стал Оглушительным Открытием Уже после Выступления Вот тоже К нему Подбежал Какой-то Физик Там Или химик И кричал Чичебабин Это Секотворение Межиров Написал Не умер Сталин Значит Почему-то Межиров Не Межиров Межиров Написал Но его Еле успокоили Да нет же Значит Это Чичебабин Секотворение В том же году В Харьковское Отделение Союза писателей Пришли Телеграммы От Булата Акуджавы И Евгения Евтушенко С призывами Восстановить Чичебабина Сам Борис Алексеевич Не хотел Этого Но общими Усилиями Удалось Его уговорить Восстановление Осуществлялось Фактически Тем же составом Что и Изгнание 14 лет назад Теперь в журналах Разных Печатают Меня Все мнят во мне Поэта И видят В этом Суть А я Для роли Этой Не подхожу Ничуть Меняю Призрак Славы Всех Премий И корон На том Акутагавы И море С трех Сторон В 1989 Году За счет Средств Автора Выходит Сборник Стихов Колокол За эту Книгу Чичебабин Получил Государственную Премию Предпоследнюю В СССР Теперь Он известен На весь Союз Ему Приходят Сотни Писем Люди Благодарят За искренность Приглашают На выступление Ему бы Радоваться Да пожинать Плоды Столь Долгожданного Успеха Но Именно Сейчас Когда Страну Накрывает Лавина Свободы Бориса Алексеевича Охватывает Огромное Беспокойство Разъезжаются Его друзья И Вслед за Ними Уходит Целая Эпоха Дай Дай вам Бог С корней До крон Без беды В отрыв Собраться Уходящему Поклон Остающемуся Братство Голгофа Вспоминайте Наш снежок Посреди Чужого Шара Уходящему Рожок Остающемуся Кара Но В конце Пути Сияй По Завету Саваофа Уходящему Синай Остающимся Голгофа Я Устал Судить С плеча Мерить Временным Безмерность Уходящему Печаль Остающемуся Верность Стихотворение Бориса Чичебабина Покуда есть Охота Пока Мест Есть Друзья Давайте Делать Что-то Иначе Жить Нельзя Ни Смысла Ни Лада И дни Как Решеток Но Что-то Делать Надо Хоть Неизвестно Что Ни Смысла И нелада И дни Как Решеток Но Что-то Делать Надо Хоть Неизвестно Что Охота 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 Какой у нас захват, домосоветный. Значит, тогда могут возникнуть противоречия правовые и политические, и иные. Григорий Померанц однажды сказал, «Дьявол» начинается с пены гнева на губах у ангела. В один миг многие лица становятся страшными. Прежние страдальцы выглядят не лучше своих мучителей. И Борис Алексеевич с каждым днем мрачнеет. Ему не хватает чистого воздуха. Новый рыночный дух для него удушье, торжество пошлости. А вокруг – нищета и разруха. Вдобавок по всему Союзу поочередно вспыхивают очаги гражданских конфликтов. Карабах, Осетия, Приднестровье. Чичибабин воспринимает все это как личное горе. И мне вот такое впечатление, что мы вот в каком-то темном, мрачном, без воздуха свежего подземелья вот пробились, бились, царапались ногтями, били киркой, ножом, резались, долбались, чтобы куда-то вылезли свежий воздух. И вот стена рухнула, а там оказалась новая стена. На место одной идеологической лжи приходит новая идеологическая ложь. Люди, якщо ми хочемо физично выжити на цей земли, ни союзному договору. Съюзный договор! Съюзный договор! Съюзный договор! Болезненно чувствительный к чужой обиде Чичибабин не противился борцам за независимость Украины. Голосовал вместе с ними. Но когда раздел свершился, границы новых государств будто прошли по его сердцу. Дитя двух культур, он до конца надеялся, что дружба и любовь между народами сохранятся. Мы бы вместо империи построили какой-то действительно союз, добровольный союз, совершенно свободных, независимых государств. Но все-таки союз, все-таки содружество, какое-то единение. Потому что нас связывало очень многое. Так что я могу вам только сказать, что я от этого страдаю, мне от этого больно. Мне кажется, что это какой-то абсурд, дикость и бессмыслица. Борис Алексеевич всегда верил, что народы русские и украинцы соединены не только государственно, а глубинно. Одной печалью, одной любовью, одной судьбой. С огромной болью он наблюдал теперь, как русская культура стала отодвигаться в Украине на задний план. Культура должна быть открытой. Открытой для всех других культур. Потому что любой националист, как бы он прекрасно не начинался, и какие его благородные, честные люди не возглавляли эту идею, он рано или поздно, особенно когда входит в обиход, когда становится на вооружении масс, он обязательно перерастает в фашизм. Я в этом абсолютно убежден. Может быть ли такая перспектива на Украине? Очень может быть. Вот руховское движение начали писатели, поэты. И я думал, что они остановятся на этой грани. Ведь в демократическом обществе должен быть обязательно приоритет личности, индивидуальности. А когда личность, индивидуальность проносятся в жертву идеи, какой бы она ни была, марксист-каленин, скорее не национальный, это ужасно. Тем временем, тяжелая болезнь начала одолевать Бориса Алексеевича. Он угасал, и лишь присутствие Лили рядом облегчало его боль. Преодолевая мучения, он все же находил в себе силы для выступлений. В Ялте, в Москве, в Киеве поэта с нетерпением ждали люди, для которых его стихи были спасением. Ощущая, что его время на исходе, Борис Чичибабин пишет свои последние стихи. Те, кто еще вчера называл поэта антисоветчиком, тут же обвинили его в желании реформировать прошлое, обозвали совком и приклеили красный орлык. Но никто из обличителей так и не понял, что стихи эти вовсе не о развалившейся империи или утраченной юности. Это плач об общем культурном наследии и об ускользающем из наших душ главном. Хорошо, Борис Алексеевич, я вас попросил бы прочесть, почитать, собственно, это основное. То, что вам хочется прочесть, вот сегодня, в этот январский день. Исповедным стихом не украшен Никому я ни враг, ни злодей, За кавказским отторженным кряжем Каждый день убивают людей. Вся та жизнь наша в смуте и страхе И военным железом звеня Не в Абхазии, так в Карабахе Каждый день убивают меня. Убивают людей, не считая И в приевшейся гонке годов Не держу перед злобой, считая И давно уже к смерти готов. Видно, бестолку вводит нас беста В заверюхи безжизненных лет. Никуда я не трогался с места, Дом остался, а родины нет. Ни стихов там не слышно, ни мессы, Только митинга вечного гам. И кружат нас мошнастые бесы По истории бывшей кругам. Ни мои, ни пространство, ни время, Ни с обугленной вестью тетрадь, Ни под силу мне бренности бремя, Но от бесов грешно умирать. Быть не может земля без пророка. Дай же сил мне кого-то молю, Чтоб не смог я покинуть до срока Обреченную землю мою. Субтитры создавал DimaTorzok Так получилось, что я волей судьбы, Ежедневно поднимаюсь по той же лестнице, Которая поднималась 50 лет назад В эту Чичибабинскую студию. А рядом абсолютно дверь, И сейчас здесь находится Чичибабин центр. Такой просветительский центр, Где есть библиотека Чичибабина, Где мы проводим вечера. И память о Борисе Алексеевиче Сохраняется буквально рядом С этим помещением, Где была тогда его студия. Даже не похоже, что 25 лет его нет На этом свете. А он среди нас. Среди нас его улыбка, Его портрет, Его какое-то состояние такое доброе. И это вот как бы соединяется С его желанием, Чтобы то главное, Что он считал главным В духовной жизни человечества, Чтобы оно продолжалось. И мы как бы продолжаем Вот эту мысль Чичибабинскую О главном. Продолжение следует... Сколько вы меня терпели, Я же и зря поэтам прозван, Как мальчишка Геккельбери, Никогда не ставший взрослым. Детство в душах не хранится, Обстоятельства сильней нас, Кто подался в заграницу, Кто в работу, Кто в семейность. Я ж гонялся не за этим. Я и жил, как будто не был, Одержим и незаметен Между Родиной и небом. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова